всем привет всем доброе утро я позавтракала немножко прибрала на кухне хочу включить посудомоечную машину пока я буду сейчас работать заниматься кое-какими своими делами она у меня помоется высохнет обсохнет все я потом ее к вечеру разберу все по местам кстати девочки кто глинтаблетка поломалась кто любит разбирать посудомоечную машину я не люблю разбирать посудомойку обычно когда кто-то из детей дома они разбирают даже когда приезжает карина мы с сахи тогда разбираем вас посудомойку вместе я не ставлю ложки вилки она убирают ложки вилки здесь все сортируют ну а я уже тогда тарелки и стаканы ну а если как сабринка приезжает например домой то все я уже тоже машину не разбираю составлять я ее люблю знаете так быстро все составил тогда чисто а вот потом разбирать не очень сильно охота ну когда я дома то никуда ты не денешься придется тебе по-любому разбирать все мои хорошие на кухне я прибрала убрала посуда моется сейчас пойду поработаю мне сегодня интересный заказ я наверное вам потом покажу но если его доделать до конца то покажу а если не доделать до конца то покажу значит завтра что еще сегодня мне вчера пришла грядка моя а земли у меня нет поэтому я сегодня после того как поработаю поеду в магазин куплю землю сделаю грядку и высажу свои помидоры прям вот работать мне как бы надо то я уже сейчас с утра бы эту грядку сделал ну сначала если решила сначала я поработаю сделаю свой заказ а потом пойду в огород делать грядку естественно всю свою территорию со своими растишками я уже обошла с утра сегодня не поливала так траву поковыряла пальцы смотрю там земля еще мог я думаю не буду поливать а то наверное скорее всего точно я так это скорее есть моя проблема то что я сильно много поливаю да если на улице намного быстрей сохнет земля ну два дня у нас был так было жарко не был такой ветерок поэтому земля сохла очень быстро в теплице конечно так быстро земля не сохнет наверно поэтому у меня погнили уже три огурца сгнило но я посадила вроде бы сегодня обошла вроде бы все нормально все растет улиток нет этих никаких этих медведок я тоже не видела сказали что там могут быть какие-то море я нор тоже не видела посоветовали мне прицепать золой зола у меня есть кстати володя когда последние пару раз чистил камин я ему говорю володь ты золу не выбрасывай оставь мне пожалуйста золу в ведре поэтому он враг возмущался возмущался в прошлый раз ведро дай мне какую-то другую ну возьми вот же рядом стоит ведро берет вот это железная до которую мы золу чистим я эту золу вы сейчас высыпну вы выкину и возьму ведро я была тебе как кажется какое ведро взять возьми другую оставьте золу пожалуйста в покое все я сегодня еще присыплю золой вот не знаю ну пристная на так как вы бы заведовали просто присыплю вокруг немного сейчас немножко как подрастут вот эти огурчики помидорчики тоже у меня хорошие стоят даже вот эти которые я пасынги отломила и поставила не волосинка какая-то попала и просто воткнула в землю и полила они у меня такие ничего стоят наверно приживутся кстати я не знала что можно делать то же самое с огурцами мне сказали надо было то не тот огурец не выбрасывать а поставить стакан с водой он выпустил бы кормили но я думаю я короче говоря не подумал ну ладно уже выбросила выбросил буду просто теперь знать все мои хорошие пошла пошла заниматься делами ну и буду вас в течение дня брать с собой но в принципе все как всегда не охота мне вылазить из этого платья оно такое легкое свободное в нем совершенно не жарко и очень-очень удобно чем я не грамм еще не пожалела что я его тогда прикупила но все а знаете что еще хотела вам сказать я наверно недели полторы назад записала такое видео но я его еще не монтировала но у меня просто висит еще знаете на телефоне там я рассказываю историю о моей первой любви и о подлости моей на тот момент лучшей подруги вот не знаю но она мне уже висит я говорю она у меня уже висит наверное недели полторы как я его записала и я у меня там еще в телефоне все висит и висит а я все думаю монтировать его или не монтировать монтировать или не монтировать девочки вы хотите и мальчики послушать историю моей первой любви смонтировать мне это видео показать не его вам или скажете оставь его при себе и пусть она у тебя там где-то хранится не а если вы мне так напишите что вы не хотите я его удалю просто напросто и все чтобы она мне просто мест на телефоне не занимала а то я уже про него можно сказать практически забыла здесь сегодня полезла с утра почистить мой телефон немножко показал только смотрю у меня это еще но эти кадры еще записанные висят в телефоне и сидел это дом удалить не удалить удалить не удалить дом ладно спрошу сначала своих девчонок хотят ли они послушать мою историю или не хотят я думаю что захотел я думаю что захотите да наверно придется мне его монтировать так что пишите мне в комментариях да или нет я потом посчитаю кто за кто против и потом есть какая планка победит так я короче и сделаю все мои хорошие пошла дальше заниматься дела вот смотрите вот еще вот такая вот идея можно сделать рамочку подарочную на крестины с такими вот словами которые выбирают специально для каждого ребенка на крещение сегодня вам покажу анетин и глазки смотрите какие красивые анетин и глазки у меня там стоят давно я их уже посадила еще когда холодно было помните я еще туда-сюда таскала чтобы они у меня ночью не замерзли когда еще в ночам по ночам морозы были в общем я собралась в магазин мне нужно купить только землю для моей грядки для моих помидор на улице тепло ветерок прохладный но мне вот так я с коротким рукавом мне не холодно смотрите какая у нас там погода собачки меня провожают говорить вон там вдалеке самолет полетел видно не видно мне на камере не видно у нас просто здесь иногда очень низко самолеты летают а на днях помните я вам рассказывала что я сидела он что я сидела очень долго на террасе у себя вечером и просто-напросто сидела в телефоне отдыхала потому что в на улице была такая благодать и мне домой не охота была совсем заходить из машины как из сауны как из парилки воздух горячий выходит я как раз пару минут с вами постою и в машине по прохладнее будет но и спячь конечно вторую дверь открыла было бы намного лучше в общем когда я одна улица сидела в прошлый раз у нас такие вертолеты летают какие-то такие знаете но военные наверное потому что они такого черного цвета нет если я ошибаюсь то скажите мне в комментариях такие знаете мощные тяжелые черного цвета вертолеты и прям несколько раз пролетел я не знаю но наверное это один и тот же был вот так как все понеслась сейчас быстро сделаю грядку но не совсем быстро конечно не получится вот не знаю ложить мне этот материал чтоб трава не росла или у меня знаете есть такая идея по периметру вот эту траву которая там не растет немножко выкопать и прям без этого материала положу поставить эту грядку и потом посадить помидоры я наверное так и сделаю ладно поехали это земля тяжелая знаете я в прошлый раз когда володю попросила землю купить вы знаете этот такой умный он купил вот небольшие мешки которые по 40 литров да а те мешки которые по 20 литров я куплен по 20 литров я могла бы и без тебя купить до эту землю но у него как всегда же не было другое гайд не было это он кому-то сказки расскажешь я каждый день в магазине я вижу что там есть и чего там нет мне просто самой тяжело в тележку положить и из тележки положить знаете почему я даже не то что тяжело нет и тяжело тоже но еще в том я боюсь по чтобы этот мешок не порвался чтобы он где-нибудь вначале в магазине не высыпался а потом чтобы он меня где-нибудь в машине не высыпался когда я буду грузить в прошлый раз мне еще эрик помогал а эрик сегодня уехал он поехал у него отпуск он поехал в мюнхен у них там какая-то у них там какая-то вечеринка но не какая-то мать вечеринка мальчишник у них там кто-то из друзей будет жениться и такой устраивают мальчишник статья на следующей неделе он собрался на майорку мне в говорит а ты знаешь что я через неделю еду на майорку я куда нет не знаю как-то ты мне об этом не говорил он гайда я гачева на майорке потеряли господин а он говорит ну короче говоря следующий мальчишник я бы хорошо тебе я гону покупаешься там там уже тепло в испании на малярке вот так но все поэтому при мне как всегда приходится все делать со мной да ничего сейчас загружу эту землю и привезу ее домой из машины то потом уже не тяжело доставать в принципе хотя мне туда на задний двор тащить это тоже далеко я могу в тележку забросить опыт на тележке возить землю у меня уже есть вот так вот так цены у нас на дизель дизель 203 мой бензин 212 и супер плюс 219 а вот этот е10 206 у нас никогда не бывают дешевого бензина я даже не знаю я вот смотрю других девочек с других земель не с баварских земель там бензин намного дешевле я не знаю почему у нас так все дурак у нас еще бензин ни разу не был меньше двух ойр в общем там чтобы было такое ойра 99 нас такого просто не было на других землях бывает какая ворона пролетела прям ладно пошла закупать все мои хорошие я приехала домой я купила только землю три мешка 45 литров короче затащила один мешок у меня только порвался это уже когда его начала в машину грузить поэтому но я думаю что я там не насорила в багажнике этой земле это потом еще придется убираться а если насорила то пусть володя сам выбирать ой у нас солнце пекет а ветер кстати кстати такой прохладный жарко жарик тима хороший ты мой хороший ты мой хороший вот эти помидоры сейчас я буду вот сюда сажать но не сюда сначала сделаю грядку сейчас еще придащу землю сюда я сначала грядку поставлю в этом землю притащу на улице короче такая жара не знаю доделаю или я эту грядку сегодня до конца или нет я потому что по-другому подумала смотрите сейчас покажу смотрите я вот так все перекопалов я так подумала зачем мне вот этот ряд который около теплицы там же уже и так есть ограждение скажем так теплица поэтому я свою грядку удлинила наверное насколько раз-два ну наверное еще на два таких фрагмента в общем короче говоря сейчас вот эту землю траву я все сбросила вот сюда в тележку володь потом выкинет землю я уже туда сюда притащила туда-сюда короче притащила на тележке привезла девочки на руках не тащила мальчики вот так землю здесь и перекопала сейчас я вот это выровню все потом добавлю нормальную землю все перемешаю добавлю еще золы сюда и поставлю вот эту грядку а потом только буду сажать свои помидорки и я так думаю что у меня у меня еще место останется я еще потом съезжу еще помидоры куплю как этой женщины ну вот потом скажите мне что я ненормально готовлюсь девочки к суровой зиме кто знает что нас ждет вот этой грабарочкой сейчас буду выравнивать смотрите в общем вот так я сделала это еще только провизоришь все сейчас я еще вот эти вот гвозди пластмассовые в землю забью когда солнышко прячется так хорошо сразу становится когда солнце палит очень сильно жарко в общем ладно мои хорошие я делаю дальше в принципе я сюда сейчас потом высыплю нормальную землю которую купила и потом все более-менее все перемешаю как смогу и посажу свои помидорки все смотрите я вот так добавила сюда золы я сразу ее просто прикрыла землей потому что у нас ветерок чтобы она у меня вся не разлетелась я вот так ну по всей длине сделала сейчас вот так хорошо перемешаю и буду сажать свои помидорчики у меня есть вот такое удобрение для помидор я сейчас прям когда буду сажать воды в лунку налью и наверное удобрение тоже кино и буду сажать помидорчики все смотрите как я продлила свой огород зима обещает быть голодной и холодной нам отключили газ очень даже нам весело будет это зимой походу не немецкое правительство нас говорит что у них есть альтернатива но про эту альтернатива в нич до сих пор никому не сказали все вот такая у меня грядка я все полила вечером когда солнышко сядет немножко я подвижу помидоры у меня есть такие палки специально я покупала в общем как то так все вы видели кстати как я сделала луночки вокруг помидор но чтобы не лить конкретно на стебель вокруг в луночку воду наливать но когда поливаешь мы так всегда делали в казахстане короче вечером буду сегодня все поливать я сегодня с утра не поливала свои огурцы ничего не поливала и в теплице не поливала и на улице не поливала еще вообще нигде не поливала поэтому буду поливать сегодня вечером когда отдохну и потом помидоры подвяжу тоже ну туда ближе к вечеру на этом буду заканчивать устала устала на это буду заканчивать всем пока пока и до завтра мои хорошие